Компания, трогающая до глубины души, и в то же время компания «Шок», развернута во Франции. Правительство этой страны, только в этом году пережившее не один теракт, запустило на телевидении и в кинотеатрах четыре полутораминутных ролика со свидетельствами родных тех молодых французов, которые добровольно отправились воевать в Сирию. Чего этим хотят добиться власти и что у них получается, расскажет Елена Минкевич. Сын Салихи уехал в Сирию, когда ему было всего 19 в августе 2013-го. Родным о своем решении сообщил эсэмэской. Я сказала своему мужу, послушай, Сабри умер. Он мне ответил, нет, Сабри в Сирии. Но я повторила, нет, он мертв, потому что для меня, в моем сознании, он был мертв. Позже был звонок мужу Салихи, в котором поздравили с гибелью Сабри, добавив, что этим можно гордиться. А сын этой женщины из пригорода Парижа покинул дом на следующий день после большого семейного праздника. Только спустя месяц им я узнала, куда он отправился. Неизвестно точно, где он, что он делает. Невозможно поехать, найти его и забрать. Это ужасно, потому что я бы хотела взять его за руки, обнять его. Но я этого больше не могу сделать. Этими роликами МВД Франции пытается призвать население сообщать о своих подозрениях. По горячей линии, созданной в апреле, сигналы поступили более чем на 1800 человек с радикальными взглядами. 40% звонков касалось молодых женщин. Всего по последним данным доказаны связи 1880 граждан Франции с террористическими сетями. Почти 500 французов находятся в Сирии и Ираке. Треть из них женщины и почти сотня несовершеннолетних. Она позвонила и сказала, папа, мама, я сейчас вам сделаю больно. Я уехала. Я уехала в Сирию, чтобы совершить джихад. Это как если бы целый мир обрушился на вашу голову. Официальная статистика говорит, что 80% французских семей, дети из которых выбирают такой путь, не имеют никакого отношения к религии и называют себя атеистами. Среди остальных 20 можно найти представителей всех религий в равной мере. 84% семей по уровню своих доходов относятся к среднему классу или к богатым. И ровно столько же работает учителями. Остальные 16% родители юных джихадистов европейцев либо на пособии по безработице, либо по инвалидности. Мы не родители террористов, мы жертвы. Очень трудно рассказывать, что мы переживаем. Этого не понимают. Но еще хуже молчать. Нам нужна помощь.